Каждое государство имеет свой мощный магический код. Он зашифрован в его символике и влияет на судьбу всего народа. Какой же таинственный код несет в себе наш флаг? Сине-желтое знамя, утвержденное Конституцией как государственное. Небо синее, а пшеница золотистая. Синее сверху, желтое внизу означает разрушение, упадок. Наш флаг современный, государственный. Он перевернут вверх ногами. Вверху должен быть знак солнца, внизу должен быть знак воды. Голубой цвет. Что на самом деле приносит нашей стране сочетание желтого и синего? И действительно ли наше с вами благополучие зависит от расположения цветов на флаге? Два тысячелетия назад на территории современной Украины жили мирные землепашцы и скотоводы, которые поклонялись богам солнца и воды. Но постепенно из-за постоянных набегов кочевников существование племен оказалось под угрозой. Чтобы противостоять завоевателям, они начали собирать оборонительное войско. И именно тогда в руках воинов-землепашцев появилось первое знамя. Эта причудливая конструкция мало напоминает флаг. Она называется «челка стяговая». И сделать ее можно за несколько минут. Берем длинную жерть, привязываем к ней конский хвост. Вот и все, флаг готов. И с таким уже можно идти в бой. Именно этот странный стяг был предком более поздних полотняных флагов. Но откуда взялось сочетание именно синего и желтого? Современные учебники уверяют, что оно возникло в княжеские времена. Однако геральдисты это отрицают. Первые флаги действительно появились в Киевской Руси после принятия Владимиром христианства. Цвета их тогда были различные. Белые, голубые, красные. И среди них ни одного синежелтого. Первые флаги появляются не ранее 10-11 веков. И, соответственно, то, что они не были синежелтыми, это можно гарантировать. Следовательно, версия о цветах Владимира неправда. Впервые это сочетание цветов отметили польские историки под названием «Русская». Это случилось в 1410 году, когда объединенные силы Литвы и Польши вышли на решающий бой с крестоносцами Тевтонского ордена. Началась Грюнвальдская битва, которая принесла победу полякам и остановила посягательство немцев на чужие территории. А особенно в этой битве отличилось подразделение под Леопольским стягом – желтый лев на синем фоне. Это был герб Львова. После этого прославленные в Грюнвальдской битве цвета в разных комбинациях начали появляться и на казацких хоруглях. В начале 20 века именно желтый и синий официально признавались историками и геральдистами как традиционные украинские цвета. 1 апреля 1917 года здесь, на Софиевской площади, собралось более 100 тысяч человек. Они приветствовали создание первого со времен Богдана Хмельницкого независимого государства Украинской Народной Республики. А в руках у людей в тот день развивались желто-голубые флаги с желтой полосой вверх. Внимание! Желтая полоса была сверху. Каким же образом на нашем современном флаге она оказалась внизу? Попытаемся разобраться в этой запутанной, почти детективной истории. Смотрите далее. Вексилология наука о знаменах утверждает – современный украинский флаг содержит грандиозную ошибку. Кто и зачем перевернул правильный желто-голубой флаг? И из-за кого Украина сегодня живет под штандартом австрийской провинции? Флаги каких стран по сочетанию цветов напоминают наш? Это Эквадор, Колумбия, Андорра, Румыния, Чад, Габон, Венесуэла, Багамские острова, Швеция и автономный Бурятский округ. А больше всего флаг Карибского Барбадоса. Он даже с трезубцем. Жители этой страны уверяют, что это знак морского бога Нептуна. Но мало кто знает, что именно трезубец на нашем флаге скрывает грандиозную ошибку. Верхний цвет на флаге всегда главный. И по законам вексилологии он должен повторять цвет государственного герба. Если же это желтый трезубец на синем фоне, то желтая полоса на флаге – главное. Согласно правилам вексилологии, то есть науке о знаменах, верхней полосой должна быть полоса основной гербовой фигуры. То есть, если по правилам, то верхней полосой должна быть желтая, и нижней – синяя. А у нас получается все наоборот. Государственный герб – желтый, а верхняя полоса на флаге – синяя. Это ошибка. Мы видим нарушение правил Геральдики. Если ты один раз начинаешь что-то искажать, переворачивать с ног на голову, сразу вся система рушится и превращается в хаос. Хаос в первую очередь в головах. Но кто и когда совершил эту ошибку? В 1918 году Центральная Рада подняла вопрос о национальной символике. Михаил Грушевский предложил новому государству флаг – синее полотнище с желто-золотыми звездами на нем. Количество звезд должно соответствовать количеству украинских земель, которые входили в состав УНР. Но это слишком напоминало идею флага Соединенных Штатов Америки. Поэтому этот вариант отклонили. А Грушевский предложил другой. Желтый сверху, синий внизу. Посередине – золотистый трезубец. Грушевский прекрасно знал. Оба цвета использовали в войске Богдана Хмельницкого. И в гербе Древнего Львова основным цветом был желтый – золотой лев на синем фоне. А это означало, что оба цвета использовали в Украине издавна. И что желтый всегда был главным. Более того, Грушевский интересовался всемирной геральдикой и вексилологией, и знал. Как согласно европейской традиции, так и по восточным канонам, желтый цвет никак не может быть снизу. У всех народов мира и всегда синее – это вода, а желтое – или огонь, или солнце. То есть при сине-желтой комбинации цветов получается вот что – вода гасит огонь. Поэтому первый президент официально утвердил сочетание двух полос – желтый вверху и синий внизу. Грушевский просто использовал народную традицию. Все дальнейшие эксперименты по переворачиванию флага неплохо закончились. Тогда, в 1918 году, дискуссии о цвете даже не возникало. Украинцы, наконец, получили официальный флаг и радовались этому, не вдаваясь в научные споры. А вот здесь, в современном доме учителя, находилось правительство Украинской Народной Республики. И именно на этом здании 22 марта 1918 года появился первый официальный флаг нового государства. Он был полной противоположностью нынешнему. Желтый цвет был вверху, над синим. Но так продолжалось недолго. В том же 1918 году власть в стране поменялась. И флаг перевернулся. В том же 1918 году, в разгар Гражданской войны, Киев захватили войска Павла Скоропадского, который провозгласил себя гетманом Украины и отменил изданные до него законы. Его поддержали Германия и Австро-Венгрия. Эти государства мечтали сделать Украину страной-марионеткой и облегчить себе победу в Первой мировой войне. Центральная рада Грушевского была свергнута. И Гетман Скоропадский, бывший царский офицер, далекий от истории и тем более от Геральдики, «Триумфально перевернул флаг». Но зачем? Он заявил в свое время, что «я переверну флаг и переверну Украину». Потому что действия Скоропадского были очень революционными. Это было быстрое восстановление порядка. Ну, возможно, ему сказали «Смотри, красиво получается, как синее небо и желтые поля пшеницы, землепашцы это поймут». И он с этим согласился. Государство Скоропадского было разрушено в том же 1918 году. Киев захватили войска Симона Петлюра. На город наступали большевики. И в этом беспорядке уже никто не обращал внимания на цвет полос на флаге. Так он и остался синий-желтым. И только позже историки поняли, почему на самом деле произошла подмена цветов. Потому что Скоропадский хотел угодить своим союзникам Германии и Австрии. Ведь синий-желтый – это был их национальный цвет. Вот это – флаг провинции Нижняя Австрия. Он синий-желтый и с гербом. А это – флаг, который в 19 веке подарила Западной Украине мать австрийского императора Франца Иосифа. Такой же, только без герба. Получается, сейчас мы пользуемся флагом австрийской провинции. Но как такое могло случиться? Подмена произошла в 1848 году. Это было время Великой революции в ослабленной Австрийской империи. Революция, которая получила название «Весна народов». Разные нации, которые долгие годы входили в состав могущественной Австрийской империи, начали требовать свободу, признания своей автономии и прав и отмену крепостничества. В империи начался экономический кризис. Он привел к безработице. Вспыхивали массовые бунты. Восстание в Венгрии. На его подавление бросили русинский полк с Галицией. А спустя несколько лет в знак благодарности новый монарх Франц Иосиф подарил галичанам синий-желтый флаг. Согласно легенде, его лично вышла мать императора София Виттельсбах. С тех пор началась жизнь флага с синией полосой сверху. И хотя жители Западной Украины радовались, что их право на самоопределение признали, на самом деле подарок императора был скорее оскорблением. Ведь он точно совпадал со штандартом австрийской провинции Нижней Австрии. И по сути символизировал вторичность Западной Украины. Ее пассивное подчинение нации Большой Короны Габсбургов. Прошло время, и о подарке императора все забыли. Синий-желтый флаг приобрел другое значение. В то время, когда желто-голубой стяг, правильный с точки зрения науки и древней традиции, был государственным ВНР на территории Центральной Украины, синий-желтый стал символом борьбы жителей Западной Украины за независимость. И эта борьба увенчалась успехом. Правда, недолгим. В ноябре 1918 года на украинских землях Австро-Венгрии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. Флагом ЗНР стало сине-желтое полотнище. Но уже в 1919 году ЗНР снова потеряла независимость и попала под власть Польши. Тем временем власть на основной территории современной Украины захватили большевики и принесли с собой новый цвет флага – кроваво-красный. Пока Ленин декларировал право каждой нации на самоопределение, правильный флаг Грушевского еще оставался в уголке официального красного флага советской Украины. Но с приходом Сталина все изменилось. В 1929 году Иосиф Виссарионович посмотрел на проблему иначе. И все цвета, кроме красного, с украинского флага исчезли. Так дискуссия относительно полос была снята, и появилась Украинская Советская Социалистическая Республика. Возвращение национальных цветов произошло только в начале Великой Отечественной войны. Тогда немцы умело сыграли на чувствах радикально настроенных патриотов. Обещали освободить Украину от большевистского гнета и даже подарить самостоятельность. Во время немецкой оккупации на территории Рейх-Комиссариата Украины над городскими и сельскими управами массово поднимались желто-синие флаги. Удивительно, но это происходило с безусловного одобрения оккупационного режима. Казалось бы, какое дело немцам до традиционно украинских цветов? Мало кто знает, но в случае победы в войне нацисты планировали сменить красно-бело-черный флаг на новый. Желто-голубой. Вот проекты победного флага новой арийской Германии. Эти же цвета во время войны использовали летчики военно-воздушных сил Германии Люфтваффе. И эта же гамма образовывала личные цвета итальянского диктатора Бенито Муссолини. Желтая свастика или желтый орел на синем фоне. В 1935 году глава рейхстага Герман Геринг создал тайное общество Ананербо. Там ученые и оккультисты изучали историю происхождения и истоки древней германской расы. И пришли к выводу. Немцы – потомки древних ариев. Особое внимание Ананербо обращало на территорию Украины, где когда-то существовало могущественное Северо-Черноморское королевство готов. Готов немцы считали прямыми потомками арийцев и предками германцев. Невероятно, но постепенно исследования немецких ученых обнаружили. Традиционными цветами арийцев были желтый и голубой. Эти два цвета в их культуре символизировали объединение золотого небесного духа и голубой материи. Германия должна вернуть себе символику предков. И поэтому задолго до начала Второй мировой войны в ведомстве Геринга началась разработка флагов победоносного Третьего рейха. То, что немцы хотели использовать эту символику, связано с тем, что они интересовались глубоко метафизикой, историей, историческими основами и хотели на них построить свой Третий рейх. Но, наверное, им почему-то не хватило знаний, и поэтому они совершили так много ошибок. Войну Германия начала под предлогом восстановления исторической справедливости. Для этого рейх выбрал себе цвета борьбы красный, черный, белый. А спустя несколько лет над побежденным миром должен был воцариться желто-синий флаг, символ победы духа над телом. Флаг господства над миром, символ прогресса и процветания. Поощряя использование желтого и голубого в символике оккупированной Украины, немцы видели в них не традиционно украинские, а древнеарийские цвета. Поэтому, когда руководство ОУН предложило проект флага дивизии СС Галичина, немцы утвердили его без лишних дискуссий. Желто-синий с трезубцем в углу. И такие же нашивки на форме. Благодаря союзу с Германией бойцы дивизии СС Галичина надеялись вернуть Украине независимость и навсегда свергнуть режим большевиков. Но вместо этого они стали заложниками той войны. В итоге, преданные немцами и преследуемые советскими войсками, повстанцы начали подпольную борьбу под желто-синим флагом. Неудивительно, что после Второй мировой войны эту комбинацию цветов в Советском Союзе просто возненавидели. Ее назвали цветами предателей, радикальных националистов. Клеймили, запрещали, насмехались. В 1949 году в Украинскую Советскую Социалистическую Республику сверху пришла рекомендация утвердить свой республиканский флаг. Специальная комиссия предложила следующий вариант. Две трети высоты, красная полоса, символ принадлежности к Советскому Союзу, чей флаг красный. На этой полосе золотые серп и молот. Над ними пятиугольная красная звезда, обведенная золотом. Нижнюю треть планировалось сделать голубой, ведь это один из традиционных цветов украинской государственности. И тут чуть не разгорелся скандал. После войны синие, голубые и желтые цвета в Украине были под запретом. И кому-то из разработчиков флага пришла счастливая мысль. Второй полосой стала близкая к голубой, но лазурная. И этот проект приняли безоговорочно. Дело в том, что в то время первым секретарем ЦК Компартии Украины был друг Сталина, Лазарь Каганович. И предложив цвет лазури, разработчики нового флага убили сразу двух зайцев. Сохранили хоть какое-то подобие традиционного украинского цвета и заодно сделали приятное главе республики. Очевидцы рассказывали, что самому Кагановичу эта идея сильно польстила. Что касается желто-голубого штандарта, то во времена Сталина о нем даже упоминать было строго запрещено. За желто-голубой флаг расстреливали, если откровенно. И давали по 10 лет. За то, что ты хранил флаг независимой Украины, ну, сегодняшний флаг, давали срок автоматически, без всяких разговоров. Это называли украинским национализмом. Прошло 10-20 лет, но власть по-прежнему наказывала любые попытки вернуть национальный флаг. О расстрелах речь уже не шла, но заключение и преследование в течение всей жизни было обычным делом. В этом на собственном опыте тогда убедились студент Киевского института народного хозяйства Георгий Москаленко и слесарь Виктор Кукса. Их дело, связанное с украинским флагом до сих пор считается самым громким и дерзким. Это неслыханное событие произошло в 1966 году. Дежурный политехнического института обходил вывешенные им в честь 1 мая флаги. Но возле института народного хозяйства он чуть не потерял сознание от ужаса. Вместо недавно вывешенного им красного флага на ветру развивался запрещенный желто-голубой. Но кто осмелился такое сделать? И как злоумышленнику удалось подняться на крышу? Расследование продолжалось 7 месяцев. И в итоге картина вырисовалась. Ночью, накануне 1 мая, к институту народного хозяйства подошли двое. Один полез по скользкой пожарной лестнице на крышу института, кухонным ножом срезал красный флаг, а на его место привязал бинтом два сшитых женских шарфа синий и желтый. С надписью «Еще не погибла Украина! Еще ее не убили!» Второй преступник тем временем стоял на страже с самодельным оружием. Обоих нашли по почерку, по надписи на флаге. Рабочий Виктор Кукса и студент Георгий Москаленко тогда даже не представляли, что за свой дерзкий поступок будут платить целых 30 лет. Страха не было. Было желание сделать это. Сделать эту работу. Если не мы, то кто? Кто-то должен начинать. Этот демарш дорого им обошелся. Их обвинили в антисоветской агитации. Приговор три года в мордовских лагерях. Но после возвращения из лагерей экс-узники поняли, здесь они стали изгоями. За ними следили, на них доносили. Этот кошмар продолжался более 20 лет. На меня постоянно написали доносы. Это стопроцентно. Домой приходили с обысками. А друзья, если я шел по одной стороне улицы, бежали на другую сторону, чтобы со мной не встретиться. Это друзья так поступали. Тем временем, дискуссии о том, каким все-таки должен быть украинский флаг, не прекращались. Вот только ввелись они в эмиграции и закончились компромиссом. Украинская диаспора в Америке признала истинным национальным флагом Украины синий-желтый стяг Зоэнер. Потому что утвержденный Грушевским желто-голубой флаг Уэнер вызывал неприятное напоминание о сотрудничестве с нацистами. 1991 год. Украина стала независимой. Новому государству срочно требовалось выбрать свою символику. Гербом страны стал трезубец Владимира Великого. А вот из-за флага историки начали настоящую войну. Смотрите далее. Приключения голландского триколора в России. Грозное пророчество китайцев относительно будущего Украины. И нужно ли перевернуть флаг? В 1991 году встал вопрос о государственном флаге независимого украинского государства. И среди историков разгорелись острые споры. Одни предлагали «желто-синий», тот, который ввел Михаил Грушевский в далеком 1917 году. Другие утверждали флаг должен быть синий-желтый, такой, под которым существовала Западно-Украинская Народная Республика и Украинское государство Гетмана Скоропадского. Или даже красно-черный, такой, под которым воевала войско Степана Бандеры. Неизвестно, чем бы закончились дискуссии, если бы в 1992 году президент Украины Леонид Кравчук не принял окончательное решение. Для меня, скажем, как для председателя Верховной Рады, тогда был главный вопрос, как можно быстрее решить вопрос с государственными символами. Требовалось выбрать вариант, который был бы традиционно украинским, но не вызывал раздражения на постсоветском пространстве. Поэтому красно-черные цвета Бандеры исключили сразу. Слишком напоминали цвета штандартов Третьего Рейха. Желто-голубые навевали неприятные воспоминания о сотрудничестве с нацистами во время войны. Так и остался вариант, на котором настаивала диаспора. Синий-желтый флаг. Об исторических корнях этого флага, подарки Австро-Венгрии своей провинции, старались не вспоминать. Не спросили и мнения геральдистов правомернули расположение золотого трезубца на синем цвете. Что уж говорить о символогах. Древнюю всемирную трактовку желтого как солнца и синего как воды подменили другой. Насколько поэтической, настолько и надуманной. Желтая пшеница, золотистая, над ней синее, голубое небо. Так флаг независимой Украины стал сине-желтым. Теперь он украшает все государственные учреждения, флагшток с ним установлен на Майдане независимости, патриоты довольны. Наконец независимая страна получила свой флаг. Но прошел год и произошло странное событие. Которое перевернуло представление о главном украинском символе. В 1993 году к президенту Леониду Кравчуку неожиданно обратилась китайская художница Мао-Мао. Она уверяла, флаг нужно немедленно перевернуть. Согласно древней китайской традиции, комбинация синий вверху, желтый внизу означает самый страшный символ Пи. Он трактуется как упадок, хаос, недостойные люди окажутся у власти, а великие в нужде. Если же перевернуть флаг, уверяла китаянка, в Украине наступит расцвет, потому что желтый вверху, синий внизу составит уже другую гексограмму Тай. Она означает господство духа над материей, развитие и порядок, гармонию и свет. Она сказала, что было бы лучше, чтобы так. Я послушал, я с ней не вступал в дискуссию, поблагодарил, сказал, что всех таких предложений немало, и все мы их будем изучать и учитывать, но я с самого начала сам лично исходил из того, что дело не в том, как повернуть или перевернуть флаг. Даже почувствовав скептическое отношение президента, Мао-Мао не успокоилась. Флаг нужно перевернуть. Она рассказывала об этом друзьям, давала интервью журналистам и рисовала картины с правильным украинским флагом. И все для того, чтобы добиться гармонии в чужой стране. Мао просто не понимала, почему никто в этом государстве не придает значения таким важным символам. В отличие от ее родины. Китайская культура, она имеет мощные связи с первичной культурой, с первичным центром. Поэтому не случайно Конфуций говорил, что миром правят не слова и законы, а знаки и символы. Он знал, что говорил. Впрочем, для большинства украинцев восточная культура далекая и чужая. Поэтому настойчивость китаянки казалась странной. Журналисты иронизировали. Неужели от расположения полос на флаге может зависеть благополучие целой нации? Этот флаг вот такая комбинация цветов синий сверху желтый внизу она означает разрушение упадок и об этом многие предупреждали еще в начале образования украинской независимости. Но тогда сказали ну пусть уже так будет тем более что вот советский флаг был красно-синий а теперь мы там немножко поменяем синий оставим добавим желтый пусть будет нормально. Но мы видим результат. В 1993 году в стране начался глубокий кризис. Инфляция, безработица, остановка и ликвидация мощных предприятий. Состояние молодого государства катастрофически ухудшалось. В поисках причин журналисты вспомнили о предупреждении Мао-Мао. И в прессе уже не в шутку а всерьез развернулись с дискуссией о необходимости перевернуть флаг. Леонид Кравчук до сих пор уверен, что эти разговоры просто дезориентируют людей, отвлекают от осмысления истинных причин кризиса, в котором оказалось государство. Допустить, что смена или цветов, или расположение полос на флаге может изменить скажем нашу жизнь и нашу государственность, нашу силу, нашу мудрость, если она есть. Но не в том дело. Дело в другом. Мы до этого времени не являемся государственным народом. За последующие годы в стране сменилось два президента. Но ни Леонид Кучма, ни Виктор Ющенко не придали значение проблеме флага. Однако это не означает, что люди о ней забыли. Мы видим плоды того, что делалось под этим флагом. Ну что мы видим? Мы видим сокращение населения, стабильное, каждый год. Мы видим моральное, генетическое вырождение. Мы видим потерю экономической независимости и политической независимости. То есть в основном доминируют сейчас процессы негативные. Все, что делается положительного в этой стране, а многое делается и положительного, оно делается вопреки этой идеологии и, собственно, вопреки этому государству. Снова и снова звучат предложения, а если перевернуть флаг? Может, китайские представления здесь и ни при чем? Просто не к лицу нам штандарт бывшей австрийской провинции. Как тут не вспомнить пример нашего соседнего российского флага? Это невероятно, но флаг России в свое время тоже перевернули. Раньше полосы на нем располагались наоборот, а изменил их никто иной, как Петр Первый. Зачем же он это сделал? И что это дало российской империи? В конце 17 века в России не было единого государственного флага. И Петр Первый сделал свой выбор без помощи историков. После обучения военно-морскому делу в Голландии царь привез в Россию не только иноземные манеры, но и чужой флаг. Три полоски голландского флага он без лишних дискуссий провозгласил российскими. С тех пор этот флаг украшал и царские палаты, и мачты кораблей. Однако вскоре Петр Первый пожалел о своем выборе. Между Голландией и Францией вспыхнула война. И получилось, что Россия в этой войне союзница Франции, а флаг имеет ее врага Голландия. В итоге это привело к неприятному конфликту. В 1696 году во французский порт зашел российский корабль с товаром. Но вместо того, чтобы приветствовать, его вдруг задержали. А весь экипаж арестовали. Разгорелся скандал, но потом выяснили, произошло недоразумение. просто французы подумали, что это голландский корабль. А с Голландией в то время Франция воевала уже 9 лет. Чтобы прекратить это недоразумение, Петр I нашел простой выход. Он приказал перевернуть российский флаг. А после этого началось быстрое развитие Российской империи. государство выиграло войну со Швецией, стало господствующим на Балтийском море и укрепило свое экономическое положение. Историки готовы объяснить этот прогресс талантом государственника Петра I. А метафизики перевернутым флагом. Они утверждают, Голландия под своим флагом процветала тогда и неплохо себя чувствует сегодня. Для России же голландский триколор был заимствован, поэтому не мог привести к расцвету. Ведь заимствование всегда несет в себе вторичность, подчиненность, подражание и никогда самостоятельные успехи. Перевернув флаг, Петр I начал для своей страны новую, великую эпоху с чистого листа. Такая версия лежит за гранью материального. Но это не означает, что она не имеет права на существование. Дело другое, что некоторые приводят ее как показательную. Мол, что австрийской провинции хорошо, независимой Украине смерть. И призывают. По примеру Петра наш сине-желтый флаг нужно тоже перевернуть. Впрочем, если отбросить метафизику и посмотреть в глаза реальности, так ли уж плохо живется нам под сине-желтым флагом? Именно с ним Украина получила независимость и восстановила государственность. К счастью, не затронули нас никакие войны и конфликты. Во время известных событий 2004 года Украина была как никогда близка к расколу. Но когда страсти утихли, именно под сине-желтым флагом революционно настроенные оранжевые и бело-голубые постепенно снова объединились в единую нацию. И не исключено, что именно под этим флагом Украина войдет в объединенную семью европейских народов. Есть надежда, что жизнь наладится и без переворачивания флага. Но при определенных условиях. Ответственность и государственность должны дорасти до автоматизма, независимо от того, как расположены полосы на нашем флаге. А вот как расположены полоски в голове, это уже имеет огромное значение. Продолжение следует...